Более 1300 вакансий открыты в Люберецком районе. Об этом сообщили сотрудники Центра занятости. В ходе заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Среди других актуальных вопросов – повышение средней заработной платы. Процент трудоустройства в Люберецком районе равен 66. Уровень безработицы – 0,59%. Относительно всей страны и даже Москвы – это хорошие показатели. В России безработица составляет 5,8%. В Москве – 1,5%. Однако никуда не делся дефицит медицинских работников. Второе место среди самых востребованных профессий в Люберецком районе занимают швеи. Всего же у нас открыто 1327 вакансий. Водители автобуса – 100 человек. Операторы на производстве – 42 вакансии. Инженеры в различных областях у нас также 37 вакансий. И педагоги-воспитатели на сегодняшний момент у нас востребованы. Тоже 35 вакансий, которые мы можем предложить непосредственно для жителей Люберецкого муниципального района. По результатам анализа управления инвестиций, промышленности и социально-трудовых отношений, минимальная заработная плата в Люберецком районе составляет 12 500 рублей. Средняя заработная плата поднимется во внебюджетном секторе – до 51 тысячи в крупных и средних организациях и до 30 тысяч рублей для малого предпринимательства. Кроме того, ужесточились меры государственного контроля за выплатами зарплат. С 3 октября нынешнего года, вот буквально свежее, вступили в силу изменения в Трудовой кодекс, который касается задержек там заработной платы. Не позднее 15, обращаю внимание, 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она была начисленной выплачей. Ну и наконец, в соответствии с изменениями в законодательстве, в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы в срок, работник имеет право обратиться в суд в течение года, а не трех месяцев, как это было раньше. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.